Камень, ножницы, бумага Здравствуйте! Вас приветствует главная футзальная программа России Хроника актуальных событий прямо сейчас Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Российский Футбольный Союз принял решение Приостановить с 17 марта по 10 апреля Включительно все спортивные соревнования, проводимые под своей гидой Мы продолжим следить за ситуацией Будем оперативно информировать вас о свежих новостях Пока в российском мини-футболе не запланированный перерыв Предлагаем подвести промежуточные итоги главных турниров страны Последняя на данный момент игра Суперлиги состоялась в Климовске Где столичные коммунисты в рамках 16-го тура принимали Синару Встреча прошла без зрителей Была показана в прямом эфире Матч ТВ И собрала хорошие цифры телевизионного рейтинга А завершилась игра победы хозяев за счетом 4-2 Думаю, что все исправится, все наладится И зрители вернутся на трибунах И все будет все-таки идти по той течении, которой нужно Календарь, игры, чтобы не переносились Все мы надеемся на позитив, надеемся на то, что быстро исправится эта ситуация И все продолжится своим чередом Именно подопечные Бесо Заидзе возглавили турнирную таблицу элитного дивизиона На время паузы в чемпионате На два очка от москвичей отстает «Газпром-югра» В западной конференции пари-матч в высшей лиге Похожие лидеры только вместо «Югры» другой «Газпром» — «Бурение» Отместо основной команды КПРФ — ее дублеры На Востоке тем временем единолично доминирует корпорация «АСИ» В женском чемпионате страны те же географические конференции Правда, в полуфинал турнира здесь пробились исключительно клубы Запада В первой паре «Норманочка» поборется с «Лагуной», а во второй «Аврора» сразится с «Мосполитехом» Пережидая вынужденную паузу, на которую коронавирус поставил мировой спорт Мы не дадим вам заскучать по любимой игре Вашему вниманию пятерка лучших голов пари-матч Суперлиги по версии нашей программы Открывает хит-парад тюменский богатырь Андрей Батырев Перехват на своей половине, слаломный проход через всю площадку с укрытием мяча корпусом И мощный выстрел с левой под перекладину Вот секрет сибирского «Голиадора» Фокусник с заполярье Строчкой выше расположился Павел Сучирин Игрок норильского «Никеля» в два касания отправил мяч в ворот «Алтки» Бронзовый призер рейтинга Валерий Демин, который мощным уральским тараном в одиночку продавил защиту соперника Обыграл вратаря и с острого угла поразил цель Респект игроку Синары за настойчивость и смелость На втором месте супермяч Александра Крутого из «Беркута» Элегантный черпачок мимо вратаря национальной сборной Что может быть круче? А круче только лучший гол сезона и его автор Павел Самаков из «Самарского Динамо» Здесь комментарии излили Все мы, конечно, с нетерпением ждем возобновления мини-футбольных турниров И надеемся, что весной и летом нас ждут новые футзальные шедевры Но пока остается пользоваться благами современных технологий Известные игроки и тренеры делятся мнением о сложившейся ситуации И передают болельщикам дистанционный привет Уважаемые болельщики Вот и до нашего вида спорта, до мини-футбола, дошел коронавирус Как и положено, руководством РФС было принято решение о приостановке всех турниров Как вы знаете, это по всему миру отменили все спортивные соревнования Это вынужденная мера Жизнь, она дороже любого соревнования И на самом деле, опять же, вращаясь к тому, что мы играем для зрителей И для зрителей матчей, которые состоялись бы Это неправильно В первую очередь, это сделано для вашей же безопасности Мы играем для вас и хотим, чтобы вы и ваши семьи были здоровы Хочется обратиться к вам с просьбой, с пониманием Отнестись к сложившимся обстоятельствам Сохранять спокойствие Ни в коем случае не паниковать Положаемые болельщики, сейчас во всем мире борются против коронавируса И очень важно соблюдать простые правила Чаще мыть руки и избегать большого скопления людей При первых симптомах обращаться к врачу Желаю всем здоровья Мы призываем каждого соблюдать рекомендации по сохранению здоровья И следить за своим состоянием Берегите себя Думаю, все будет хорошо Не переживайте И скоро встретимся на футбольной площадке Берегите себя Всем здоровья, не болейте Занимайтесь спортом Коронавирус поставил под вопрос не только национальные, но и международные соревнования В том числе чемпионат мира Главное футбольное событие года Напомним, в сборной России не без труда вышла финальную часть мундиаля в Литве И если турнир состоится, все шансы принять в нем участие имеет Иван Милованов Новый рекордсмен команды по количеству проведенных матчей Их у него уже 90 О сборной клубе и не только В портретном интервью тюменского мастера в нашей программе Ну, это, говорю, это стечение той работы, которую мы проделываем все вместе И тут не надо зацикливаться на количестве Надо смотреть на качество И если вызывают сборную, то надо отдаваться и просто приносить пользу Не смотря сколько ты сыграл Там 80 матчей или на 5 минут вышел Это не важно Ну, я думаю, в первую очередь, это человек-профессионал, который относится серьезно к своему здоровью Подходит серьезно к тренировкам, всегда выкладывается на полную Он всегда хочет только побеждать, неважно это тренировка или игра за сборную, или за клуб Я думаю, за счет этого только ему удалось очень долгое время держаться на высоком уровне и побить рекорд Так тяжело сказать, что конкретно не хватает Мы все где-то рядом ходим И на чемпионатах Европы в финалах, и на чемпионате мира в финале были Надо больше, значит, работать, еще мощнее, не на 100%, на 150, на 200 И результат все равно придет рано или поздно Не всем удается выигрывать чемпионаты мира и Европы с первого, со второго или с третьего раза У кого-то бывает это раньше, у кого-то это бывает позже Главное не опускать руки и гнуть свою линию И просто тренироваться, отдавать себя полностью своему делу Мы все шли, я даже не знаю, с какого периода Наверное, как только попали в мини-футбол, все жаждали Я думаю, когда-нибудь достать чемпионами России, тем более за свою команду Мы почти все воспитанники клуба Поэтому у нас много не получалось до этого сезона Мы тоже были и вторые, и третьи, и где-то чего-то нам чуть-чуть не хватало Но мы никогда не опускали руки, мы всегда верили и жили своей мечтой А когда приходит вот это чемпионство, оно такое мимолетное Вот ты порадовался вроде, а потом уже на следующий день у тебя сил-то нет уже Ты понимаешь, вроде, что ты выиграл, да, стал чемпионом Но сколько ты сил отдал и сколько эмоций затратил И это просто все мгновение прошло, и уже надо готовиться к следующему году Еще много чего не добились Много турниров, которые предстоит выиграть Поэтому рано расслабляться И впереди, говорю, самое интересное, надо только идти дальше, прогрессировать И на этом пока все Мы обязательно увидимся Берегите себя и своих близких Здоровья вам и вашим семьям До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok